добрый день дорогие друзья с вами серафима морозова я представляю наш канал здоровы с нами и хочу сегодня с вами говорить о важности воды и как сильно и хорошо я это прочувствовала вот пока вот эти вот пять дней болела я просто отравилась воскресенье вечером выходили в кафе и вот как бы с воскресенье вечера у меня все время понос рвота температура все 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 и я как бы думаю ну подумайте рвота понос отравление гранатовой корки сын не заваривал гранатовой корки пила 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 но не сработало тогда меня сын отвез к нам сюда клуб здоров с нами и здесь уже мы посмотрели на диагностики ничего такого нету все нормально опять продолжали и колоть и пить и к и только не капали потому что у меня вены не очень хорошие потом чувствовала себя не очень хорошо но я думаю так нормально сейчас и пройдет все пройдет все пройдет и вот понедельник вторник среда вот это продолжается 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 6 килограмм веса нету но я никогда не мерял давление мне 55 лет ну приходишь там куда-то поликлинику да там тебе измеряют давление там 110 120 столь стом 105 надо может и 100 но я его никогда не ощущала никаких там мушек под глазами ничего поэтому я давление не менять аппарат конечно у нас есть и вот четверг утром я просыпаюсь и чувствую что-то такая сильная слабость и я думаю надо померить давление я беру аппарат начинаем а еще чуть нюанс я короче вот это время все время у меня был жидкий стул рвота и я не могла пить или даже если я пила вот я выпиваю чашку воды да а она измена трюк и вышла или выпиваю чуть-чуть а если чуть-чуть воды то она меня хоп и вылилось и я практически не писала только все время вот этот вот жидкий стул жидкий стул я понимаю что это неправильно так не должно быть но думаю сейчас наладится сейчас наладится сейчас наладится и короче вот я уже в четверг утром чувствую что-то не то надо что-то делать и вот я измеряю давление включаю аппарат а он у меня его не показывает то есть его нет думаю так это давление низкое обезвоживание тра-та-та надо что-то делать пошла потихонечку в процедурный кабинет взяла кофеин тексаметазон а тут как раз еленем то шоу он не уколол я почувствовала себя лучше давление стало у меня 95 на 87 вообще нет она мне поднялось хорошо мне было 120 на 80 потом что-то я все никак не пью не пью и вдруг я вижу что у меня давление когда я измеряю 95 на 87 до 95 на короче 7 единиц когда так получилось всего лишь или 8 единиц 95 на 87 и вот тогда я начинаю пить через силу пью воду но 1 вода не работает в данном случае для почек и я начал я всегда раньше пила и всем когда мы пациентам рекомендуем пить воду вода и соль на язык вода и соль на язык а здесь еще эта соль мне думаю еще когда меня сын поил он мне прям эту соль клал на языке я ее как-то пила а здесь как-то я сама не тянусь нет а тогда я как раз позвонила сына гру приезжай ухаживай за мамой что-то я за всех расклеилась и потом как раз уже сегодня суббота значит четверга венера сделала мне виватон да она мне сделала виватон просто напитала живот без отлипов хорошо хорошо но перед этим пьешь да я выпила три глотка воды выпила три глотка воды и а нет нет 95 нам не было у меня было да мне было 102 на 90 вот как у меня было давление на спеть на 8 7 как раз у меня было после виватона и вот венера мне сделала виватон напитала живот потом развернула нам напитала почки и чуть-чуть их оттянула и я когда поворачивалась выпила ну хорошо она мне напитала то есть живот почки 300 миллилитровый ветром виватона и голову обязательно да и я пошла мыться помылась я пришла легла меряю а вот у меня как раз тогда и было 95 на 87 я поняла что виватон не принес данном случае пользу без воды потому что все опять же в организме выбрасывается а растворять-то и доводить это нечем и некуда и я начала вот тогда вот выпила стакан воды теплой сольный язык через 15 минут опять стакан воды сольный язык и у меня давление стало сразу 120 119 на 74 на 78 то есть сразу нормализовалась такая мелочь как вовремя правильно выпитая вода это очень большое значение иметь и на виватон и вот даже вчера тоже вот она меня виватонило она мне правило то не было хорошо 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 живут я пришла перед сном легла на чем мере у давления у у меня давление 110 на 90 или 100 на 90 тоже вот небольшая разница хотя я воду пила тут же я ложусь сын не приносит теплой воды сольный язык через 15 минут меня опять поднимает я пью вода сольный язык и у меня давление 5 125 на 74 то есть давление разгоняется и нормализуется поэтому вода постоянно следите и особенно кто делает виватон отпаивайте отпаивайте своих больных до во время и после и еще очень важно мочи в отделение вот я помню сейчас идет последнее время очень много больных вас этим гемодиализом они как-то все появляется и появляется моей жизни и вот и мы разговаривали с одной девушкой она говорит я такая дура чего я не ходила в туалет вот ночью хочешь туалет встань и сходи ли я потерплю не надо ничего терпеть надо вставать ходить обязательно то есть надо вовремя во первых потому что мышечный у нас же мочевый пузырь это же мышца мышца она или перерастягивается или на потом становится слабее то есть или потом начнет там распространяться всякая дрянь разрастаться поэтому обязательно нужно следить за своим и следите за мочеиспусканием своих детей чтобы они писали во время хотя я этим никогда не страдала но вот здесь вот на этом отравлении я прям прочувствовала очень хорошо что это такое поэтому имейте ввиду что вода и соль всегда и еще бы хотел сказать что каждый человек в семье должен иметь дома хотя бы пачку памперсов своего размера пусть 10 штук пусть они лежат и никогда вам не пригодятся но пусть они лежат и пеленки одноразовые пусть у вас всегда будут потому что большого размера там потому что вот сейчас на всем этом отравлении меня спасли только памперсы что у меня были дома и здесь потому что встать невозможно ты только лежишь в этом памперсе есть из тебя льется и льется и льется поэтому будьте здоровы с нами оставайтесь на нашем канале делитесь спасибо до свидания